Представляю доклад по осложнениям патологии ротеро-визикального сегмента. К сожалению, прошу сразу прощения за то, что сегодня присутствуют те коллеги, к которым это тактические ошибки относятся в меньшей степени, но все равно, я надеюсь, как-то дойдет и до других урологов, с которыми мы вместе работаем. Итак, приступая к анализу витрогенных осложнений, надо понимать, что условия, в которых находится наше отделение, РДКБ, город Москва, не позволяют провести серьезный объективный анализ, так как мы имеем дело только с отрицательными результатами, положительные остаются дома, и поэтому процентам отношений наши данные недостоверны. Тем не менее, однотипные тактические и диагностические ошибки, встречаемые у наших пациентов, детей с патологией уротеро-визикального сегмента, позволяют выявить некоторые неблагоприятные тенденции. Итак, мегуротер. Начнем с первичного мегуротера. И в этой категории больных мы чаще всего сталкиваемся с тактическими ошибками. Как известно, степень ретенции при нарушении проходимости терминального отдельного мочеточника бывает различной. Мы до сих пор пользуемся в рабочей классификации Николая Алексеевича Лопаткина, делящей мегуротеры на ахолазию, мегуротер и уротера гидронефроза. При компенсированной или даже субкомпенсированной форме мегуротера отрицательная динамика без лечения наблюдается крайне редко. И очень часто патология этих больных – это случайные находки. Мы до сих пор считаем, что необходимо наблюдение за этими больными. И у многих с течением времени уротер динамика даже улучшается. В таких случаях показаниям коротеро-цистной имплантации, на наш взгляд, оправдан только при абсолютных показаниях. То есть рецидивирующий пилонефрит, который не подается к консервативным мероприятиям, или картина прогрессирующего неросклероза. Так как любая уротеро-цистная имплантация чревата осложнениями. На этом слайде представлена рентгенограмма ребенка с ахолазией мыслева, к которому дома была проведена уротеро-цистная имплантация, осложнившаяся выраженным структивным уротерогидронефрозом, который потребовал в наших условиях уротеро-цистной имплантации. Тактика премиогуротери. Декомпенсированная обструкция, несомненно, подлежит коррекции. В премиогуротерах можно обсуждать варианты лечения, различные виды уротеро-цистной имплантации, стентирования, бужирования и прочее. Это не важно, потому что разные клиники имеют собственные наработки, предпочтения, разработанные с учетом массы обстоятельств и дающих оптимальные результаты. Гораздо серьезнее картина при уротерогидронефрозах. Мы неоднократно сталкивались с детьми из различных регионов, у которых первичная уротеро-цистная имплантация, проведенная по поводу уротерогидронефроза, особенно двустороннего, заканчиваясь катастрофическими последствиями. Здесь изрубцовые стенозы, анастомозы, рефлюксы предельных степеней, микроцистисы. Причин тому несколько. Во-первых, основной контингент больных – это дети раннего возраста. Зачастую огромные мочеточники, особенно с двух сторон, негде разместить в мочевом пузыре. Во-вторых, степень дисплазива мочеточников настолько запредельная, что для компенсации их нарушенной сократительной активности приходится формировать очень широкие тоннели. Это часто приводит к рефлюксу. Если же тоннель будет недостаточен, то мы получаем очередное обструктивное осложнение. Насладнее одна из типичных ситуаций такого ребенка. Я перечислять не буду, но обратите внимание, два месяца, семь месяцев, год, кутанустома и так далее, и так далее. В итоге ребенок поступает в два с половиной года с микроцистисом, с единственной почкой азотемии. Ну, единственно функционирующей, извините. Мы считаем, что в декомпенсированных ситуациях, как показывает и мировая практика, наилучшие результаты при этапном лечении. Это различные виды отведения длительной мочи, которые способствуют как сокращению мочеточника, так санации, борьбой с гипотрофией и так далее. Мы даем предпочтение бездренажному отведению мочи, это рутерокутанустомии. Операции достаточно редко. Из двух тысяч операций в год, которые мы проводим, таких больных не больше десятка, то есть не больше десяти. В прошлом году их было семь. Но это наиболее тяжелый контингент. Так как для достоверного сокращения мочеточника нужно достаточно длительное тренирование, бывает 8 и 2, и 2,5 года, более длительных мы не встречали. При дренажном отведении обойтись без инфекции, камнеобразования, риска обтурации или потери дренажной трубки крайне сомнительно. Но тут каждая клиника может иметь свои предпочтения и с ней можно соглашаться. Например, успешного лечения ребенка с рутерогидронефрозом. Через полтора года в хороших условиях была проведена рутерогидронефроза и окончательный результат. То же самое можно говорить по отношению к больным с рефлексирующим рутерогидронефрозом, особенно осложненными хрониосепсисом. С той, если лишь разницей, что бездренажное тренирование можно заменить влажной визикостомой. А этап рутерогидронефроза очень часто заканчивая, вместо нее можно провести эндопластику при хорошем сокращении. Необходимо обеспечить постоянный отток мочи из мочевого пузыря до 10 см вводного столба. Если чуть меньше будет сопротивление, пузырь не будет развиваться. Если будет больше, то будет нарушена водренажная функция. Кроме того, у детей раннего возраста при визикостомии можно потерять объем. Поэтому мы предпочитаем щадящую методику визикостомии под Локстону. Если там есть особенности, если клиника по каким-то причинам не владеет данной методикой, можно вернуться к рутерогидронефрозом. Но даже при этапном лечении несоблюдение некоторых правил может привести к катастрофическим результатам. Здесь ребенок представлен с тяжелым двусторонним рутерогидронефрозом. И начало было правильное. А дальше начались приключения. Не выдержано было время сокращения мочеточника. Пятый пункт – это когда кутановая стома была проведена, и ребенку не проверили проходимость станции томоза. В итоге в два с половиной года ребенок поступил к нам с облитерацией нижней третьей мочеточника. По-моему, 4 сантиметра нафростомы с микроцистом в течение 7 месяцев с почной недостаточностью. Дальше хотелось коротко остановиться на рефлюксах. Диагностика патологии не представляет никаких проблем. На сегодняшний день золотым стандартом является эндопластика. Эта методика в опытных руках может привести в большинстве случаев к хорошим результатам. Как известно, объемы образующие вещества бывают биодеградируемыми и стабильными. Но сегодня мы пользуемся на рынке с отечественным вандресом и дамплюсом к стабильным, и биодеградируем, уродексом и коллагеном. Мы очень часто лечим детей с рецидивом рефлюксов после эндоколлагенопластики. И даже не обнаруживаем признаки этой эндоколлагенопластики. На представленном слайде мы понимаем, что при таком устье после коллагенопластики и его рассасывания вероятность повторения рефлюкса равна 100%. Проще работать с вандресом, чем дамплюсом, что подтверждает данные на слайде. Кроме того, в нашу клинику поступает не один десяток больных, у которых ранее выполнялись эндоскопические вмешательства, которые были заведомо беспреспективными. Дело в том, что некоторые местные структурно-анатомические отклонения не позволяют добиться изменений конфигурации сегмента и создания антирефлюксного механизма. К ним относятся в первую очередь короткие фиксированные подслистые отделы. Чаще всего это после неудачных эндопластик уротерацистной апплантаций, а неоперированных больных это больные с периуротеритом и с хроническим циститом. Создать инвагинацию в просвет мочевого пузыря мочеточника не представляется возможным, поэтому имплант располагается впереди мочеточника. Кроме того, еще есть две патологии, при котором также беспреспективно проведение эндопластик. Это шеечная эндопия устья и впадение мочеточника в дивертикул. Обструктивное осложнение. Обструктивное осложнение при коррекции рефлексов. По данным, все дети со стойкими обструктивными осложнениями имеют исходную субкомпенсированную обструкцию мочеточника, так называемый рефлекс-теноз. Если же нет признаков рефлекс-теноза на догооперационном этапе, удается ликвидировать рефлексы без обструктивных осложнений даже у детей с пятой степенью. На верхнем снимке вы видите, у ребенка имеется рефлекс-теноз, ему проявили эндоколагенопластику, успешно, рефлексы нет, обструктивное осложнение, потребовавшее ротерацистную имплантацию. На нижнем стадии пятая степень, обструкции на дооперационном этапе, по данным эксклюторной, нету, и в данном случае пластика получилась успешной. И коротко по поводу тактики при рефлексах малых степеней. К нам потоком направляют пациентов с рефлексами первой и второй степени, которые выявлены случайно, в основном это больные с первичным энерозом, которым проводилась цистография. Нет ни одного эпизода инфекции мочевых путей, нет никаких признаков рефлексной фропатии. Обычно это грешат нефрологи. Другая категория больных, где грешны уже мы, урологи, это малая степень рефлекса. Например, у нас был один больной с рефлексом первой степени, который в течение двух лет перенес 17 атак пилонефрита, но продолжал лечиться консервативно. Следующее – это коротко по поводу пузырно-назависимых уротерогидронефрозов. Это наибольшее число осложнений, с которыми мы имеем дело. Связаны с операцией на рефлюксирующих и нерефлюксирующих миогуротерах у детей с пузырной гипертензией или неодиагностированной эроген-дисфункцией нижних мочевых путей или органической обструкции. Для начала хочется напомнить, что несколько значительных нарушений уродинамики верхних мочевых путей может вызвать пузырная гипертензия. На слайде представлен ребенок с трехчасовой снимок, где картина двустороннего эрогидронефроза, и понятно, что здесь все показания к операции. Следующий слайд – это этот же ребенок после катеризации мочевого пузыря через 30 минут. Понятно, что операция здесь не показана, и все проблемы с дисфункцией мочевого пузыря показана декомпрессия медикаментозная и катетерное отведение мочи. Но такие дети часто подвергаются уротерацистной имплантациям. В это сложно поверить, но даже нейрохирургические операции в анамнезе некоторых из нас не дают напоминания о том, что нужно сначала разобраться с пузырем. Удивляет иногда упорство, когда эти операции идут повторно без анализа ситуации. Представлять осложнение не нужно, все мы о них знаем, и, к сожалению, многие из этих детей перенесли по 2-3 и более уротерацистной имплантации, не говоря уже о нефростомиях и нефректомиях. Как ни странно, в большинстве случаев, вернее, часто мы сталкиваемся с детьми с недиагностированными клапанами заднего уретры, которые перенесли уротерацистную имплантацию. Максимальный возраст у нас 16 лет, а 4,7 – очень часто. Тактика на фоне мега-уротера, то есть на фоне клапана заднего уретры, тоже есть некоторые особенности. Даже когда клапан своевременно выявлен, к сожалению, по разным причинам не всегда реконструктивная операция или устранение фризикальной обструкции возможно. Это связано с тем, что дети достаточно тяжелые, дети маленькие, не всегда мы можем провести резектоскоп для того, ликвидируют клапан, и даже после его ликвидации уротерогидронефос настолько выражен, и состояние уросепса настолько серьезно, что приходится проводить этапные лечения. На слайде представлены возможные варианты. В первую очередь, это отведение мочи, потом ликвидация клапана заднего уретры, а потом уже решение вопроса в случае необходимости о каких-то уротерацистную имплантациях или ситуация может саморазрешиться. Следующая тема по поводу мегауротеров касается в основном уротерцели. Не требует обсуждения то, что последние 20 лет, также золотой стандарт, который мы сегодня много раз упоминали, это высокая эффективность эндоскопического вскрытия уротерцели. И на сегодняшний день большинство урологических клиник достаточно хорошо оснащены этим. Но первичные хирургические вмешательства, к сожалению, до сих пор существуют, и у нас, к сожалению, есть отрицательный опыт. Если это солитарный мочеточник и внутрипузырные уротерцели, ну, в мегауротер есть мегауротеры, стеклеуротерцели, пересадили мочеточник, нет проблем. Гораздо серьезнее ситуация – это когда имеется крупный эктопический уротерцели, есть обструкция в области шейки, и особенно на фоне нефункционирующего сегмента. Мы должны понимать, что только истинная ситуация с уродинамики верхних мочевых путей мы можем получить после рассечения уротерцели. Тогда, может, ситуация вообще закончится достаточно просто. Сейчас я вам представлю больную с уротерцели. Мы видим слева огромную уротерцели, нефункционирующий сегмент. Инцизия уротерцели. После инцизии даже появилась функция нефункционирующего сегмента. Вот слева мы видим над приличным нижним сегментом появилась функция справа. Это было единственное вмешательство, которое не потребовало дополнительных действий. Практически аналогичная ситуация у ребенка, который поступил к нам в возрасте полутора... Вернее, здесь на слайде снимок полуторалетнего ребенка. Ребенка с аналогичной ситуацией. Но ему было проведено другое лечение. Началось с открытых пиелостом с двух сторон. Четыре пиелостомы. Уротерцел на имплантации с резекцией уротерцели. Дальше геминофректомия. Закрытие кутанного стома. Повторная уротерцел на имплантации. И трижды перкутанные дренирования кист. К нам у ребенка уже поступил с нефункционирующей правой почкой. Рефлюксом с третьей, четвертой, пятой степени слева. Была уротерцел на имплантации. И эндопластика. Я вам показал наиболее яркие примеры из нашей практики и наши тактические подходы. И в конце я хотел сказать, что у нас возрастают технические возможности. Мы становимся более техничными, более умилыми. Но тактику ведения наших тяжелых больных с восстановлением функции как главного урологического органа почки никто не отменял. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ